Возвращаясь к тому тезису, с которого я начал, то есть каким образом происходит вот это уплотнение и объективация, и выстраивание приоритета, что какие-то события вдруг имеют значение. Ну понятно, что, еще раз говорю, все исходит из того, что есть объективация, ну типа вот там война началась, во внешнем мире происходят какие-то события, понятно, да? Ну вот, еще раз смотрите, как вдруг слово война для вас становится значимым. Ну не война, там, я не знаю, президент есть какой-то долбанутый, или там, я не знаю, враги внешние есть, которые хотят нашу девственную славянскую идентичность привести в трагическое состояние. Да, да, вот все время у нас какая-то есть вот такая напряженность, что где-то там во внешнем мире, и вот на самом-то деле, как вдруг это становится, ну как бы важным. Еще раз, первое, с чего вы все время начинаете, это то, что вы верите, что это реально, что реально вот это объективное какое-то состояние, которое давит на нас, оно вот прямо вот давит. Но если вы сейчас проанализируете свою ситуацию, все вот эти объективируемые, вот то, что даже я сказал, там, в виде врагов, там, я не знаю, политических, экономических, соседей козлов и все остальное, оно давит у вас только, как ваше внутреннее психологическое отношение к этой ситуации. То есть слово «война» нейтральное, слово «сосед» нейтральное, слово «президент» нейтральное, и только вот какое-то ваше особое отношение, причем к одному и тому же слову, или к тому же одному объективируемому состоянию, у вас в разных состояниях разное отношение. Ну, даже вот я говорю слово «президент», там, американский президент, типа, вам нейтрален, а свой президент, типа, это напряг. Там президент и там президент. Значит, президент сам не напрягает. Тогда что напрягает? Там человек и там человек. Имя, что ли, напрягает? Или что? Какие-то действия его? Какие-то действия? Ну, эти же действия, обратите внимание, какие действия? Что он плохой, например, или что он хочет там что-то там. Но это такое же слово, как война, как президент, как это. Если вы будете его разбирать, вы увидите, что там точно так же ничего, кроме вашего отношения к этому состоянию, нет. А это значит, что весь мир, помните, это просто ваше отношение, которое находится в той или иной вибрации в зависимости от вашего внутреннего состояния. Поели вы, не поели вы. Есть у вас дети, нет у вас детей. Занимаетесь вы политикой или не занимаетесь. То есть, к одним и тем же событиям у разных людей разное отношение в зависимости от их состояния. Значит, никакого внешнего события нету, кроме вашего, ну, как бы, субъективного состояния. Ну, о чем это, собственно говоря, говорит, что никакой объективации, ну, это я вас сейчас так логически загоняю в это самое, при помощи силогизмов, да? Что никакой объективации, кроме вашего внутреннего состояния, нету. Тогда, как одно и то же слово у одного проблемное, а у другого не проблемное? Как? Установки в голове. Так установки, они состоят из этих же слов. Ну, синхронность получается. То есть, у тебя такая же установка, и во внешнем похожесть нашел, и фигачишь. Смотрите, вы что сделали. Вот, посмотрите, это очень тонкий момент. Я понимаю, что вы там уже давно прошарены, и ловите все эти вещи. Вы взяли эти две установки, соединили, что это то же самое. А то же самое это что такое? Ведь с понятием то же самое у вас одно отношение, а у другого другое. То же самое вот для него или для нее, это не то же самое, что для вас то же самое. То есть, само то же самое уже рассвечивается вашим каким-то образованием, жизненным опытом. Но дело в том, что и образование, и жизненный опыт уже вами тоже рассвечиваются. Либо я хорошее образование. Но хорошее – это тоже форма вашего отношения. То есть, практически получается, вы куда ни ткните, как бы вы себе что-то не объясняли, вы все время просто о себе рассказываете, об вашем отношении к текущим событиям. То есть, ничего, кроме вашего отношения, нету. Куда ни ткни, везде я, да? Да. Да. А когда мы про математику рассказывали, 2 плюс 2? То же самое, родной мой. На самом деле, это тебя просто приучили, что 2 плюс 2 равно 4. Не равно. Потому что, чтобы оно было равно, должно быть 2. Ты где-нибудь 2 видел? Что тут плясует? И что такое плюсование? Тебе просто, ну как мантру, сделали 2 плюс 2 равно 4. Ни что такое плюс ты не знаешь, ни что такое 2 ты не знаешь, ни что такое равно. Ты складываешь ничто в ничто, и тебе как бы все ясно, это же объективно. Ничего не объективно. Нету 2. 2 где-нибудь видел? Ну вот у вас 2 техники. А где 2-то? 2, где тут 2? Это слово, это просто обозначение. Вот именно. И это 2 насыщено твоим отношением к двойственности. Понял? Что 2, это не простое отношение. Это твой опыт отношений. Если бы у тебя был глубокий опыт, например, ты бы Адвайтой занимался. Адвайтой это не 2 по-русски. Ты бы уже понимал, что 2, это совсем не то, что там в математике, те в школе. И даже вот, я говорю, у нас был, ну я все время про этого замечательного человека рассказываю, был такой доктор математических наук, который нам на первом занятии делал очень важный вот такой когнитивный диссонанс. Он говорил, ни один математик не знает, что такое единица. Никто не понимает, чего они там складывают. Пустое из пустого, все. Никто не знает, как возникла единица. Помните, это же понятие, которое не имеет объективной реальности. Как оно у вас в уме вообще могло возникнуть, если его нигде нету? Ведь вам все время говорили, что объективная реальность формирует сознание. Опыт накапливается, и вы знаете. Так вот, опыта единичности нету. А как же вы его прикладываете, говорите, один телефон, одно яблоко, вот в школе, одно яблоко, второе. Да ни хрена, ни одно яблоко. Яблоко, это яблоко, там одного нигде нету. Оно состоит из кучи всякого состояния. Откуда же вы знаете, что оно одно? Ну, хрен редьки не слаще. Любое другое понятие точно такое же, как один. И война, это такое же понятие, как один. Войны нигде нету. Для кого-то война горе-горе, а для кого-то мать родная. Видите, оказывается, это разные вещи. Тогда как вы вообще к чему-то имеете отношение? Ну, там, политические приоритеты. Ну, типа, это наши, а это, типа, не наши. Это как это вы сделали? Еще мало того вы это сделали, так вы из этого наделали еще замечательных выводов, что жизнь моя не удалась. Кто-то думает, что из этой страны валить надо. Кто-то говорит, да мы все возьмемся вместе и сделаем все как надо. А кто-то говорит, да ничего не надо, я вам сейчас А2 и Тай замутюсь и красиво отдохну. Правильно? Вот многие же медитацией пытаются заниматься исключительно для того, чтобы, ну, вот скинуть вот этот груз вот этих непонятных. Форма бегства. Да. Это форма, вот, я с этого и начал. С чего вы решили, что вам куда-то надо вот что-то менять, бежать или еще что-то? Если кроме единиц, плюсов войны, человека, яблоко, верха, низа, добро, зло, что ничего ровно не значит, кроме вашего уже отношения к этому, куда вы можете убежать, где это вот то место, знаете, райские сады, элисейские. Авалон, счастливый. Там, где не убивают. Ха, 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 заходите. А теперь тайну вам открою. Знаете, что вот там, где не убивают, самый высокий уровень суицида. Когда начинается война, никто суицидом больше не занимается. Все думают, как убежать от войны. А вот там, где войны не было, люди живут в таком аду, они постоянно думают о суициде. Представляете? И статистика показывает, что в самых развитых, спокойных странах, типа Норвегии и Швеции, самый, а теперь, что это вы сказали, там, где война. Там, где война, то как раз все, наконец, становится нормальным. Ну, типа, еще древние философы говорили, война, отец всему. Ну, это я как бы хрень вам несу в свете текущих событий. Но на самом деле, это, видите, это просто вы сейчас опять свое отношение показали. А я вам показал статистически, что оно уже неправильно, что хуже мира нету ничего. Именно в миру человек в ад попадает. Он начинает думать, накручивать. И накручивает именно на пустом месте, когда сытый, довольный. Все. Но это хуже всего, потому что у другого есть больше. Вот оно, горе-то, где начинается. Что самое-то большое горе-то, оказывается. То есть, когда люди жили в нищете, там, я не знаю, в разрухе, у них было светлое будущее. Они знали, к чему стремиться. Обратите внимание, рождаемость росла. Вот я всегда привожу, вот, послевоенный период. Как могла рождаемость? У нас полтора процента, ой, полтора, ну, в полтора раза увеличилось население в этот период. Мужиков нету, памперсов нету, жилья нету, а рождаемость растет. И все строят светлое будущее, и все радостны, и счастливы. Сейчас мы живем в раю, у каждого отдельное жилье, автомобиль. Никто не голодает, никто одежду по наследству детям не передает. И все в адском аду. И из этого адского ада, и началась эта война. Она же из него, из пустого. Что-то подумал, кто-то сказал, что-то подумал, как кто-то подумал, и вот вам здрасте. Дур-дом. Дур-дом. Так вот, он и начинается с вас лично, когда вы начинаете объективировать внешнюю реальность. В самом простом варианте, там, что-то мне не достает. Мало денег, меня не любят, я плохо выгляжу, там, я болею, я старею. Здрасте. Вот что это такое? Кто вам сказал, что это плохо? Горе от ум. Горе молодец. Ум все время вот эту вот хрень из пустого в порожнее, вот так вот, вот, вот так. И ты уже смотришь и думаешь, блин, жизнь не удалась. Пушкин в это время что сделал уже? Поэму Годунов написал. Да, а я еще, блин, в танчике на восьмой уровень не прошел. И вот, вот, вот и все. Вот и все. И тогда начинается вот действительно поиск выхода, поиск каких-то попыток реализации, уйти в адвайта, уйти в медитацию, уйти в спокойствие. Ну, на самом-то деле, в принципе, вот если все вот как бы заключить, вы все хотите, чтобы наступило спокойствие. Чтоб, наконец, вас ничего не волнует. Ну, это же в горобу так будет. Даже мужчины, а я знаю, что они хотят, да, они так хотят, 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 а-а-а-а, и спокоен. Фу, все, не хочу. То есть вот ради этого было все, и стихи писал, и подвиги совершал, чтобы вот, наконец, ледь, закурить и сказать, да пошла ты уже, ну да, все. Я спокоен, никто меня не волнует, ничего мне не надо, правильно? На недельку. Ну, какой на недельку? Пока не идет по улице, о, а у этой какой, о, и снова волнение. Моей нету, а у нее есть. Правильно? Вот, и опять началось. Когда источником объективации является желание, да? Ну, можно, да, это как бы древнее такое понимание, что объективация, это как раз вот, да, желание. Желание, потому что оно вот как раз и думает, что вот то, что ты желаешь, оно когда, ну, типа, я его приближу, а это есть объективация, значит, оно реально существует, я стану наполненный. Ну, например, когда у меня появятся деньги, все, все, здоровье я себе верну, потому что могу заплатить. Вкусную еду верну, потому что, ну, и женщины начнут на меня, наконец, внимание обращать. Все, и ты такой думаешь, деньги, вот, вот, что сделает мою жизнь счастливым. Как они сделают? Это бумага, ну, или монетки, я не знаю. Как? Вот я, когда помню, большую зарплату один раз получил, вот она лежит, я так вот смотрю, вот я ее приближаю к себе, лучше становится? Нет. Ну, типа, я сейчас поеду в Индию, в Индию сейчас поеду. Я в Индию приехал, и такой, я в Индии, лучше стало? Ничего. Ну, погода, что, лучше все равно? Нет, не лучше. Мы приехали, был туман, и мы замерзли, как эти собаки. Корма у вас плохая. Сидели на вокзале, в туман мерзли, было плюс восемь в Дели. А у меня всегда хорошо, почему? Вот, и вот я теперь думаю. Нет, все нормально. Вот, у нее хорошо, а у меня Индия хреновая. Блин, в Индию больше не поеду, где же хорошо-то для меня? Отстаньными людьми ездить. Чего? Карма лучше. Блин, началось, карма лучше. А это что за хрень? Не, ну, кто-то в негативе, они притягиваются. Я так вот уже стараюсь. Да это мы уже знаем, Даш. Не брать с собой. Что на самом деле, даже если некоторые приезжают, и там погода, они тут же какой-нибудь вирус хватает, ну, немытые что-нибудь съедают, и дрыщут всю дорогу. Да, и плюс про Индию всегда рассказывают вот две полярные концепции. Ну, кто был в Индии, знаете. Либо это все счастье, это явно сразу отпускаешь, и все потекло, и все правильно, и все там... Либо это антисанитария, ужас, все время надо воду с собой носить. И вообще, куда я попал, скорее бы отсюда уехать. Там сказка вообще, все желания... На вокзал в Белли сходите. Я там была. Серьезно? В каком году? Я так же не оставлюсь. Пускай. Да, только зимой хорошо, когда погода плачет. А я зимой буду, кстати. Ну, нет, это вот мы как бы утрировали, но это касается практически всего, действительно. Что я обрету такое? Ну, предположим, желания же не только материальные, действительно. Ну, мы же сказали, если убрать материальные желания, они нужны были только для того, чтобы я успокоился. То есть, деньги есть, я спокоен, я в Индии, я спокоен, я медитирую, я спокоен. То есть, я желаю достигнуть чего-то, либо через материальное, либо, опять же, все равно же размещение своего тела в каких-то условиях. Там с женщиной, в медитации, там, или вот что-то. Что? Статус какой-нибудь. Или статус совершенно. Все, что угодно, но только не то, что прямо сейчас есть. Вот, вот это вот правильный момент. Вот, вот это то, на что мы можем действительно очень хорошо обратить внимание. Что все, что угодно, кроме того, что прямо вот сейчас уже есть. Что это вот все время, почему и желание, что оно где-то вот через некоторое время наступит. Что тогда, только вот когда ко мне вот деньги придут, или когда ко мне женщины придут, или когда ко мне статус придет, вот тогда, наконец-то, я выдохну и расслаблюсь. И расслаблюсь. И расслаблюсь, да. А что ты... Вот теперь вопрос, а что ты сейчас напряглась-то? Нет, не ты. Это мы про, вот там на улице люди есть. Чего они сейчас-то напряглись? Чего они напряглись? Почему? Ну, это какая-то откоряка. Зависть их берет, что там лучше. Да, да, просто они, ну, это и называется, не в моменте, потому что нужно постоянно расшифровывать, потому что никто не понимает, что такое в моменте, и что такое вот все вот это. То есть, если вы действительно находитесь в желание, да, прямо выбрасывает из того, что вы хотите найти. Да, потому что то, что где вы сейчас находитесь, это оно и есть. У нее нет вариантов вообще. Ну, помните, да? Вы в лучшем из миров, и в лучшем мгновении в этих мирах. Не, ну, смотрите, когда из такого состояния действуешь, так можно и везде, тогда приезжаешь, и там хорошо. Ну, в принципе, ты права, то есть, отсюда вывод, никуда и ехать не надо. Нет, ну, погода. А-а-а, стоп-стоп-стоп, вот оно, видишь, такая умная, а тут же тебя и поймали. Некуда ехать, некуда ехать. Некуда. Некуда. А хочется. Вот. Такое желание, да, энергия выходит. Какая-то связь между внутренним состоянием и внешним вообще. Такое внутреннее, это такое же единица и внешнее, и внутреннее. Это одна и та же хрень. Внутреннего же тоже нет. Куда, вот тоже некоторые, куда вовнутрь глядеть? Они вовнутрь смотрят туда же, куда и до этого смотрели. Неважно, на Индию ты смотришь, на Атмана, Атмана и Индия, одна хрень. То, чего нет. Ты все время смотришь на то, чего нет. Ну, потому что единицы же нет, а все из единицы, значит, единицы и ноль. И компьютерная игра. Танчики поехали. Так вот, наша вот эта реальность, это точно такая. Только тут один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть единицы и ноль, это примитивизация, то есть упрощение, уплощение. А здесь по десятиричной разворачивается. Ну, это просто цифры. Ну, так Пифагор и говорил. Когда там, допустим, кто-то, ну, там, испугался и то, что вот это, во-мо-мо-мо-испуг. Испуг это что? Адреналин. Адреналин это что? Гормональный. Гормональный это что? Гормональный. Получается, что есть же какая-то внутренняя убежденность. Давай, вот ты, подожди, вот смотри, вот не болтай. Помните, я говорил, не комментируйте. Сразу посмотрите, откуда первое слово начинает вылазить. Оно вот вылазит именно оттуда, из пустоты. Значит, ты в ней. Первое слово, которое пытается что-то прокомментировать, оно как бы так. А помните, я уже вот, кто был уже на прошлых, я уже говорил, это вам, ребята, подарочек. Кто-то вам подсадил вот этих. Да. Хорошо, а вот это первое слово, что оно утверждает? Недостаточность? Стоп. Видишь, вытянули тебя уже. Ты начал комментировать. Сунул недостаточность. Да недостаточность то же самое, что и первое слово. А я об этом. А об чем? А недостаточность. Первое слово это уже значит недостаточность. Не значит. Любое слово. Потому что слово значит, между ними стоящее, оно уже тебя туда же. Обогрев. Да. Вы улавливаете вот этот момент. То есть это самое-самое-самое. Это вот я чистейшую вам Адвайту даю сейчас. Все. Больше никаких. Это алмазная сутра. Это пражни пармита. Только об этом. Что вот. Еще раз как-то сформулировать объективизация. Объективизация это из пустого пустое. Потому что откуда она появляется у этого нет названия. Это не внутреннее, не внешнее, не атман, не хрена атман. Это ничто. Ничто тоже там же. Потому что видите, как только я ничто сказал, у меня отношение появилось. Но это именно то, откуда вот эти ничто и берутся. То есть они пораздают ничто, дальше значение, дальше атман, дальше война, дальше. Это из пустого пустое. Все. И между ними нету дистанции. Потому что если есть дистанция, все, появилась пространственность. А это уже опять тебя поймали. У тебя опять произошла объективация. Из пустого пустое. И эти слова тоже. Соответственно, вот эта практика между мыслью. А вот теперь надо выяснить, вот откуда у тебя вот это сейчас вышло. То есть ты как бы вроде бы услышал истину в последней инстанции. Но нет. А откуда оно вот вышло. Видишь же. Вот основная задача, это бдительность. Просто замечать, откуда у тебя комментарии появились. А как более стабильнее можно оставаться в осознанности? А как ты из нее вообще выпадаешь? Как ты нестабильность обретаешь? Ну-ка расскажи. Замыслимой будем. Так, побеги. Само бежится. А тогда какой вопрос может быть? Просто само бежится. А у тебя был вопрос, как будто ты сейчас что-то поймешь. А это значит, ты волнуешься. А это значит, ты не здесь, а там. Все. Кто тебе сказал? Смотрите, мы договорились, что вот это хорошо, вот это плохо. Мы между собой договорились, и мы уже знаем. Это же, ты же, наверное, РЕН-ТВ смотрела? Это рептилоиды нам всунули, чтобы нас доить, как коров. Бесы. Бесы. Все знают, что это красное. Все знают, что это красное. Ну, не знаю, возможно, мне в школе сказали. Все. Я же сказал, рептилоиды организовали школы. Я не думала, когда это начало. Молодец. Тебя поймали, обманули и дуэт. Превратив твою жизнь в страдания, потому что ты все время хочешь желания какие-то не творить. И потому что тебе объяснили, что желание – это правильно. Мы же все договорились. Нам же нужно как-то выражаться. Во-во-во-во-во-во, началось. Еще один. Почему нужно? Откуда слово «нужно»? Чтобы вы поняли, о чем я. Во-первых, я тебя вообще не понимаю. И ты мне… Я вот долго уже говорю, ты ничего ж не понял. А толку никакого. Потому что ты не знаешь, что такое один плюс один – два. Это просто тебя облапошили. Стоп. Вы только должны понять. Вы-то пришли, а давай эту постигать. То есть вы не социализоваться. Вот он – все нормально. Их в университете еще учат. Один плюс один – два. Мы должны договориться. А то мы друг друга не будем понимать. А ты еще и налоги перестанешь платить. Да еще и на войну не пойдешь. Нет, давай договоримся. Ты живешь в государстве. Здесь два плюс два – четыре. И понеслось там. Все. Вот это нужно только для этого. Теперь вы уже взрослая девочка, да? И такая начала думать. А что это я как дура-то за всеми повторяю? А я-то кто? Вот ты зачем пришла? Извиняюсь, что на «ты»? Сорвание. То есть вот ты, мы. Не мы, ты. Всегда только ты. Никакого «мы» тут нет. Каждый пришел за своим. В меру своего понимания, чего он хочет. Кто-то в спокойствии хочет, как я навязал уже. Но на самом деле это именно оно. Это лучшее слово, которое характеризует. Потому что я говорю, деньги заработал – успокоился. Женщину нашел – успокоился. Там вылечился – успокоился. Все время за всем, оказывается, со всеми желаниями стоит одно желание. Успокоиться. Ну и оно, видите, в могиле, как бы, получается лучше всего. Но тут же ты понимаешь, могилу не хочу. Снова волнение. Хочу быть волнительным, но спокойным. Оп, два это. Вот вот ты и поймана. Хочу и не хочу. Не хочу волнения, хочу спокойствия. И теперь тебя можно как угодно… Три мраченных действия. Да. По кругу, да? Да, в какую угодно позицию поставить и говорю. Понятно, да? Значит, общаться между другом вообще не надо? Надо. Если ты работаешь и там выполняешь… Еще раз говорю. Вот я, наконец, дал на права. Я очень внимательно смотрю, когда красный цвет или зеленый. Понятно, да? Я эти правила выучил специально. Потому что понимаю, что все ездят. Знаете, как это анекдот? Это я был в этом сомнальщике. И мне рассказал таксист. Мы такие подъезжаем на зеленый свет. И он газу как даст. Ой, на красный свет. Газу как даст, и проскочет. Его спрашивают. Ты чего на красный-то скачешь? Я говорю, что я не джигит, что ли? Едут дальше. Подъезжают к зеленому. Он раз и встал. Говорит, а что ты сейчас на зеленый? А сейчас джигит поедет. То есть, видите, правила все равно. Хоть так, хоть так будут. Поэтому правила выучить надо. Правила разговора надо. Ну а теперь, вы теперь понимаете, что это все был обман. Потому что вы понимаете, что жизнь страдания, и вы в какой-то заднице вообще ничего не поняли. Теперь вы можете эти правила рассмотреть и увидеть, что это не правила. Это условности. И вы их принимаете только тогда, когда едете на машине, или когда считаете бухгалтерский учет. Но вам по барабану джигиты, сколько заплатят. Это просто функция ума. Считать бухгалтерский учет по закону математической. Все, отсчитали и забыли. Так это же касается и отношений между людьми. А мы начинаем. Любит, не любит. Вот сейчас находитесь, спрашиваете у нее или у него. Ты меня любишь? Любишь. Все, пошли. Или это сделать уточенно, как Пушкин в Евгении Онегине. Помните письмо Татьяны, письмо Онегине. Можно вот так красиво сделать, но это будет из сердца сказано, а не от ума. А вот теперь вот и ключик, что у нас оказывается есть правильное место. Да, душа, сердце, которое говорит то, что уместно и вовремя. А не то, что я хочу или не хочу. Но даже хочу, оно может сказать так, как надо. Потому что оно говорится в моменте. Почему я говорю стих о любви, он красив прямо сейчас. Это не рассказ, не история про то, как будет. А это вы прямо попадаете в сердце того, кто это написал. И вы с ним в срезонации прямо сейчас. А вот история тем отличается, нарратив. Что она расскажет, что потом вы это получите. Поэтому она блеклая, тусклая. И все. Но и в истории можно услышать. И в истории можно рассказать. Это уже как мастера говорят. Да, вот я сейчас. Ничего нет, никаких историй. Я здесь сейчас. Да, но вот только вы обратили внимание. Вот ту, которую историю я рассказываю, это история, которая размалывает все другие истории. Не дает им никак скрипиться. То есть, если бы у меня была история, как вас облапошить там, ну, например, чтобы вы на мобилизацию пошли, или там, я не знаю, или наоборот от нее убежали, или там, я не знаю. Ну, то был бы другой рассказ, но это уже все. Это значит вас... Ну, это не то место, где такие истории рассказывают. Вы же пришли послушать историю всех историй. И эта история не моя, я ее не запомнил, не выучил. Она нигде. Потому что в ней нет объективации. Или есть. И вот тут вы можете меня половить и попытаться вот каким-то своим предыдущим опытом, ну, загнать в объективацию. Вы нас дурите, вы сейчас у нас деньги соберете, там, или еще что-то. Правильно же? Ну, в принципе, вы можете принять, как хотите, эту ситуацию. Превратить ее в обман. Или вот попробовать вместе со мной почувствовать вкус вот этого момента. О нем рассказать невозможно. Можно показать только, как ты из него прячешься. Во что ты хочешь убежать и чем ты его хочешь заменить. Все. Вот это я могу подсказывать. Потому что я сам, когда этот опыт имел, я вначале тоже очень серьезно искал такое место. Вот этот райский сад. Где я, наконец, стану тихим и спокойным. Оказалось, я за машиной еду сейчас. Я спокоен. Я сейчас с вами разговариваю. Я спокоен. Я общаюсь там с женщиной, и с ней даже начал быть спокойным. Вот это чудо. Это же самое беспокойное место. Епифанцева, послушайте, тоже учит этому. Хорошо сейчас заходит. Особенно заставка. То есть, оказывается, все места спокойные. Если я спокоен. То есть, я и на войне могу быть спокоен. В этом плане, вот я все время сейчас своим там в России рекомендую. Посмотрите, Форест Гампа. То есть, его просто пришли, призвали, у него даже не помелькнуло. И он, когда там был, говорил, тут лучшие парни. Сказали, Форест, беги, он побежал. Все. Есть только текущая реакция на текущее событие. Все остальное, весь этот ад у вас в голове. В виде того, чего вам наобъясняли. Что такое хорошо, что такое плохо. Но ведь и вам же наобъясняли. Молодец. И? И вы сейчас нам объясняете то, что вам наобъясняли. И? И мы киваем, как будто нахер, понятно. Мы или я? Я. Все. Все, ты находишься вот в этом месте, где я тебе дурю голову. Это твой выбор. Все. Вокруг тебя обман. Тебя все дурят. И хоть что я тебе буду рассказывать, ты мне будешь говорить. Вы меня дурите. Это ты. Вот такой. Ну, сам понимаешь. Если ты так будешь жить, что-то может... Ну, ты еще не понимаешь. А вот я уже знаю, что оказывается нельзя все время с опаской к миру. Надо, наоборот, к миру сердцем разворачиваться. Вот так вот оказывается самый лучший способ взаимодействия. Но это потом, понимаешь, когда вот уже шишек набиваешь. Поэтому и нужен вот этот опыт, где тебя обучают. Помните, всегда вот эта история про трех сыновей. Старший умный был детина. Средний был и так, и сяк. А младший вовсе был дурак. То есть старшего учат, потому что он наследует дом, хозяйство. Ему нужно жить в мире. И в кругом знать, что кругом все дурят. Поэтому, когда ты коней с золотыми гривами находишь, их надо на рынок быстро нести и продавать. А не песни им петь и гривы раз... Это только дурак так может делать. Но потом выясняется, кто тут царь-то. Дурак-то и царь. Потому что ему все миры открыты. Потому что он никакой. Потому что он обнуляется. Так он, да. Но тут как бы рассказка про обнуленное состояние сразу. То есть он был в Адвайте изначально. Поэтому с ним животные разговаривают, волшебные миры открываются. Вместо жабы Василиса Премудрая и Прекрасная. А у тебя нет. У тебя будет жуткая женщина, которая будет тебя дурить. Ну потому что у тебя программа такая уже стоит. Ты сейчас меня слушаешь и говоришь, нет, вы мне фигню милите. Все, вот у тебя такая будет. Он уже сидит, наверное, да? Да не шучу. У тебя будет все хорошо. Бенец без врача снимаем. Чтобы это спокойствие найти, надо просто ум почистить. И программу убрать. Нужно просто замечать, как вы этот мир портите. Вы говорите, вот он меня... Нет, вы просто, вот я говорю, просто заметьте. Вот вы сидите, сейчас все хорошо. Благостное состояние. Ну и сидите в нем. И вдруг раз мысль. А что я как дура сижу? О! И вот смотрите. Это вообще кто сейчас сказал? Это я сказал? Или мной сказалось? Если это мной сказалось, вы понимаете, в этой фразе нету смысла. И дальше сижу как дура. Ну, не как дура, как святая. Даже не как святая. Никак не сижу. А это как? Потому что вот не как святая, это уже кто-то мне что-то там шепчет. Не сиди как дура, сиди как святая. Оп, все, сижу как святая. Это как сидеть. Вот! Да, и дальше ты идешь в университет, и тебя учат. Будешь сидеть как директор завода. Вот так вот. Вот такой галстук купишь, вот так сядешь. Приучай себя. Ты будешь директором завода. И такой, да, да. И вдруг приходишь на завод, а у директора, оказывается, свой сын есть. И ты понимаешь, блин, жизнь не удалась. Наверное, родители виноваты. Почему-то они у меня эти самые учителя в школе. Шудр. Шудр. Ну, еще если шудр, так вообще капец. Вот. Не сядете вы никак. Вы уже сидите в самом лучшем месте, в самой лучшей позе и в самом лучшем состоянии. Это и принимать. Это уже что-то сделать. Видите как? Ну, это нормально. То есть вы для этого и пришли, чтобы я вам все время подсказывал вот этот момент, что даже вот это слово принимать уже все портит. А что это ты как бы... Что, непринятая, что ли? Ну, может быть, по 100 грамм-то, конечно, добавить. Опять попытка что-то сделать. Кстати, именно поэтому люди и пьют. Чтобы выпил и, наконец, расслабился. Ну, хотя бы на полчаса. Чтобы в этот момент ты вдруг можешь признаться в любви. У нас обычно так девушек все... Лучше еще ей дать. Потому что оба расслабленные. А так оба напряженные. Понятно, да? Поэтому вот алкоголь, наркотики... Как убежать из состояния, где я не тот? Так, есть какие-то жизненные опыты? А если пришел в состояние, где тот? Если... Ну, я оба... Я слушаю. Если желания перестали иметь значение, если смыслы все потерялись до такой степени, что сидишь и понимаешь, что и это не имеет смысла, и это. И приходишь в очень такое загонное состояние. А что дальше? Стоп! А это кто? Ты же пришла в то место. Все. А кто тут вопрос задает? А что... А значит, не пришла. Ну, хорошо. Не пришла. Но вот это состояние разрушения, вообще, не знаю, мироздания, оно... И что? Оно жесткое. Точно жесткое? Ну, потом страшно. А что дальше? Вот. Вот оно где. Что никуда ты не пришла. У тебя еще осталось что дальше. Что это просто маленькая прелюдия. Там у кого-то это темная тьма души, у кого-то это, знаете, прелести. Здесь такая вот в христианстве, там люди были тоже, они все время... Они же... Вот монастырь, это место, как убежать вот из этого суетного мира и, наконец, попасть в место, здесь и сейчас, в сердце, да? Там у них Иисусова молитва, вот они и практикуют, практикуют, сосредотачиваются на сердце и вдруг благодать поперла. Сердце раскрылось, ангелы спустились, а братья-то стоит и говорит, во, в прелесть парень впал. За ноги. За ноги. Куда полетел? Стоять! Видишь? Так что твои вот эти сомнения еще у тебя за ноги никто не лует. А то бывает, ты полетел из такой, ах вы козлы-то, я-то уже летаю. Есть такие ребята. Это просто одно из состояний. Все, ничего ты еще не сделала. Если ты про себя. Если у тебя, видишь, беспокойство есть, просто продолжай, что... А это кто забеспокоился? Потому что когда вот то полностью то, то ты сюда больше не придешь, и никто тебе больше не нужен, потому что ты себе нашла источник всего. Оно все тебе покажет. Сердце, оно будет тобой говорить. Туда ходи, сюда не ходи, с ним башка попадет. Все. Но это серьезный момент. Многие подпали, потому что расширенное состояние сознания, оно периодически нас накрывает. Кто-то под наркотиками, кто-то просто в тяжелой жизненной ситуации вдруг вот в атораксию попал, кто-то после долгих медитаций вдруг получил небольшой всплеск этого. И тут же ум такой. Помнишь? А сейчас видишь не то. Вот как бы туда вернуться. А этот вот летает, за ноги его держит. Я тоже так хочу. Это будет критерием. Вот как по воде пойду. Знаете, есть такая притча о трех балбесах. Трое нас, трое вас. Господи, помилуй нас. Ребята по воде бегут, священнику говорят, блин, ну молитву забыли, как Богу-то молиться? Он такой, они же по воде прибежали. Сергей, скажите, а вот среди тех, кто к вам приходит, были такие прецеденты, чтобы вот случилось это, кто не знает, что с кем-то было? Да, были. Потому что вы говорите, даже вот просто от сасангов, как вот такие остановки, прострелы, что вот, 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 и все. Все, и продолжайте вот этот зазор постепенно увеличивать. Вот этим бдительным отношением, когда вы засыпаете в очередном вопросе, в очередном неудовлетворении. Вот вся проблема, что очень трудно в этот, он, ну, даже вот сейчас, я когда говорю, периодически я к этому пределу, ну, даже это не я подвожу, оно просто подводится, потому что вы для этого собрались, но иначе и быть не может. Вы у этого предела чуть-чуть так тук-тук-тук замерли, а потом, когда на улицу приходится, думаете, ну, там же было что-то, вот как-то я нашел, а тут снова все, тренироваться, это как мышцы качать. Вот, потому что даже само желание вот этого, то есть иногда хочется этого... Да, но самое, самое главное, самое главное, первое, чего надо делать, чтобы этого желания не было. Мышцы качаешь просто так, а не для того, чтобы 200 килограмм поднять. А тогда вопрос, а вот как практиковать, ну, регулярно, потому что это тоже там... Ну, я же говорю, есть помощники, есть помощники, которые вам очень помогают в этом деле, они главнее, чем вот то, что я сейчас на сатсанге, потому что то, что я говорю, есть в священных текстах. В принципе, они сейчас открыты, есть очень много наговоренных текстов в интернете, где про эти состояния, они вам не помогут. Вам поможет реальный помощник из реальной жизни. Этот реальный помощник уже рядом с вами, просто вы все время думали, что это вражина и сволочь. Это вы про близких? Да. Именно они вам показывают, через какое место вы засыпаете. Засыпаете, это значит, начинаете нервничать. Они вас все время оттеребят, и вы нервничаете. А это значит, они вам показывают, вот где у тебя, не там вот на сатсанге, а вот здесь. И вот теперь ты, как на сатсанге, когда со мной ругаешься, не выбрасывай свои капризы или еще что-то, а просто посмотри, откуда они у тебя выскакивают. Не комментируй. Все. Это началась учеба. Момент еще, что бывает, что как бы не только близкий, как бы... Ну, приближенный... Я сейчас сам близкий, то есть я сам себя могу висить, то есть как я там действую. Ну, это вы извращенец. Это в принципе та же хрень, только... Бит сбоку, да. То есть у вас еще некое раздвоение есть такое, типа вот мой ум, вот-вот-вот оно. Это такая... Ум так играется. У некоторых даже вот шизофрения начинается, где уже серьезно вторая половина объективирует. Представляете, вот есть люди, у которых объективно есть другая роль, и она разговаривает с этой ролью. Тогда вот уже... Он даже в лицо иногда меняется вот тоже... Лицо. В начальнице. Это вообще... Вроде бы я смотрю просветленное, а тут раз так... Да, шторка закрылась, и опять бесы разговаривают. Да. Просто оно такое вытекающее. А по формальной практике, когда себя там усадите, вот там... Да, я вот как бы ее давал, если кто еще хочет будет послушать ее очередной раз, я еще раз проведу три часа, где буду плагнять приблизительно, а потому что я... Вначале я думал, что можно дальше. Ничего дальше не будет. Как только вы эту практику освоите, вы сами себе становитесь учителем. Уже больше вам никто ничего не объясняет. У вас открывается источник знания. Потому что ваша энергия теперь не тратится. Вы вернули энергию себе, знание начинает вами жить. Ну, может быть, как подсказки какие-то небольшие можно делать. Или вы найдете другого учителя, другого уровня. Я не перехожу на другой уровень, потому что это бесполезно. Как говорится, умные к умным ходят, а ко мне вот... И все время на одном и том же уровне практически. Очень мало. Хотя бывают люди, которые уже перескочили. Я вот как вот говорю, начинай смотреть вот в последнее вот... Там два варианта. Либо суицид начинается, все бессмысленно, я не знаю, что делать. Кого волнует, что ты не знаешь? Не знай. Умри. Умирай дальше. Кто умирает? В какое место? Смотри вот в это чувство. Если оно у тебя выскакивает, как вот нигилизм, безверие, опустошение, суицидальные какие-то такие вещи. Делать все то же самое. Это просто такая мутная часть того же самого. Просто родственники это ярко показывают, а тут в тебе уже такие глубинные остались, они мутные, их сразу не вычислишь, но это они разговаривают. Вы ни одну мысль не рождаете, ни одно желание не рождаете, вы уже пребываете всем. Но эти слова сейчас для вас не звучат. Потому что всем, потому что вы и есть все ваши отношения, только они искаженные. То есть, когда ты пребываешь всем, то у тебя президент плохой, страна плохая, соседи уроды, родственники козлы. Это твой мир, ты в нем живешь. Как только ты родственников начинаешь переформатировать, они говорят, а мы твои друзья, а сосед говорит, а я твой учитель, а президент говорит, да я вообще тут гуру-гур, я вас всех тут собрал, умных-кумных, а меня к вам. Все. И ты такой, блин, так я в раю живу. Все. Тогда мир выворачивается наружу, и ты понимаешь, что, ну, даже наоборот, он сворачивается вовнутрь, и ты понимаешь, что весь мир внутри тебя, теперь никакого внешнего врага нету, умирать некуда, все мои состояния. Причем они такие, что они уже больше не выбрасываются во внешний мир, и тогда объективации просто не происходит. Ты становишься... Ну, я говорю, объясни... Ну, может быть, кто-то и слышит. Я понимаю. Кто-то и слышит эти фразы. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, есть смысл читать все охваты, когда читаешь, половину, даже большую часть, не понимаешь. Да, там осталось... Да, хорош. Есть смысл, да? Да, оно вот именно для этого. Страницу читаешь по три раза, и у тебя он такой... Ничего там нету. Какая-то дурацкая книга. Ну, некоторые... Но что-то происходит. Да, а там просто человек, который писал, он уже не в себе. Нашка. Да, да. И у него... Ну, вот это я так. Просто я присутствовал при написании этой книги. Есть, как я уже говорил, если кто не в курсе, на Ютубе разговоры с автором книги, вот именно в период написания, альтара такая. Страница закрыта? Нет, не на странице, в Ютубе. А. В Ютубе есть аудиозаписи 2008 года, когда мы с ней разговаривали, и она мне кое-что уже растолковывала к книге. Мне. Мне. Не верится. Скажите, пожалуйста, А вот эта вот супер-мега-позиция, когда ты залетел, и все в тебе, да? Прямо все. Прямо все и все. Это все? Стоп. Вся та же самая. Или это только начало? Это вообще не в ту степь. Это вообще вас обдурили, и у вас отношение неправильное. Но оно правильное на данном этапе. Оно правильное в форме омрачения. В форме этого вопроса. Почему омрачение? Никакого омрачения наоборот. О! Видали? Вот прямо сейчас омрачение вылезло. Вы еще мне начали доказывать что-то. Мы нормальные, мы твои друзья. Ты с нами. Нет у тебя омрачения. Сейчас мы тебя научим. Это же голоса у тебя в голове. Это же не ты сказала. Или ты? Афига. Да. Подскажите, а вот это состояние, это... Там нету ни чувства, ни мысли? Ну как же нету? Все то же самое. Нету я там. Там... Там есть чувства и мысли. Ну вот смотрите, я еще раз говорю. Вот эти... Об этом состоянии написано куча-куча-куча. Много кто разговаривал. Мы можем сейчас еще раз по второму кругу прообъяснять, что нету, что это не я, что это... Ну это все бла-бла-бла, ни о чем. Это разговор о пальце, а не о том, на что он указывает. Ну это баланс ума и сердца. Во-во-во, началось. И баланс, и дисбаланс, и любовь, и нелюбовь, и все, и ничто. И как ни называй, это все различные эпитеты, это все единица. Ну единица, вы же знаете, это один, он же Один, который повесил себя на дерево Эгдрасиль сам себе, себя же в жертву принесший. И тогда ими ему явились руны, которые расцветили весь мир. Так началась вселенная. Это и есть единица. Вот я вас сейчас тайное знание об единице рассказал. Ни в одном университете об этом не знают. А мне сам Один поведал это. О самом себе. Потому что это я. Он же во мне. Или где-то Один в другом месте. Сергей, подскажите, вот все, о чем сегодня говорим, это все желание чего-то познать, понять. Да. Это наше желание. Да. Но все наши страдания происходят из двух вещей. Это из то, что я хочу, и то, чего я не хочу. Да. Все верно. Как можно остановиться, вот если бы, я не хочу. Никак. Так тогда невозможно остановиться. Все. Вы сами свой мир прокляли, как он. Вы теперь живете в мире, где это невозможно. вы решаете, а вы себе скажите, возможно. И я останавливаю, не останавливая. все возможно. Это же внутри вас происходит. Ты сам решаешь. Мир невозможен. Но это ты решил, что невозможно. И ты тут же говоришь, возможно. ты автор своего мира. Я же говорю, ты все время смотришься в зеркало сам на себя. И сам себе говоришь, нет, невозможно. Сам себе. Потому что никто тебя больше не слышит. Ты сейчас вот разговаривал сам с собой и свой мир закодировал этими словами. Почему вы так глупо с собой разговаривали? Сам у себя спрашиваешь. И тоже мы начинаешь говорить. Видишь, ты раз размножился. Кто кроме тебя это знает? Еще раз, как решишь, так и будет. Все, вот это вот пик просветления. Что ты просто думаешь, оказывается, так можно. Можно. Не, 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 нет, нет. В голове началось. Не может быть. Не может быть. Хрень какая-то. Кругом мы. Кругом двойственность. Это невозможно. Надо пойти к другому учителю. Он меня научит. Это несет какой-то пуржище. Я уже в третий раз пришел. Одну хрень и тут уже слушаю. Хуже. Все видео присмотрели. Да. Да. Не, так все ждут практически вот реализации там ситхов. Так я с этого и начал. Вы все ждете? Все. Все. Просто доказательство нужно. Чего вы ждете? Как будто это где-то есть. Поймите, что того, что вы ждете, это и есть ваше собственное отражение. Все. Но, видите, вы не понимаете. Они даже не хотят попробовать. Нет, я вижу, куда вы глоните. Давай еще раз позадавай. У тебя хорошее состояние. Ты, у тебя ум чувствует, что у предела стоит и хочет как-то вывернуться. Как я себя когда-то потерял, что я не могу осознать до конца, что эти вопросы и свой ум это я сам с собой разговариваю. Вот смотри. собрать Прямо, прям внимательно сейчас слушай. Ты себя не терял. Заигрался. И нет. И да. Ты прямо сейчас заигрываешься. Вот этот разговор это и есть эта игра, в которую ты играешь. Прямо сейчас, не когда-то. Ты ее делаешь прямо сейчас. Ты сейчас заигрываешься. Потому что тебе нравится это заигрывание. Твоему уму нравится. Все нормально. откуда появилось это нравится, желание вот этого. А это где-то есть вот это откуда? Его нет. Все. Оно появляется прямо сейчас. Неоткуда. Из слов. С словам ты вдруг даешь какое-то осезание. Откуда? Как будто что-то есть. Как будто есть тайное пространство. Как будто есть какое-то прошлое. И вот оттуда все. вот этот морг. Демоны меня достали. Кто-то виноват. Что делать? Желание есть постоянно. Да. Все. Они просто есть. Но если они есть, то есть цель. Придумай. Это ты делаешь? Неудовлетворенность. Вот. Придумал. Слава Богу. Нашел слово. Я не могу представить. Вот. Началось опять. Сам себе опять обрезаешь. Можешь. Ты это и делаешь. Ты сейчас из пустоя пустое городишь. Сам себе создаешь вначале преграду в виде ограничений. И сам через нее хочешь перелезть. На елку влезть и жопу не ободрать. Народные поговорки просто идеальны. Опять потому что я, значит, не замечаю. Да. Ты ее дерешь изо всех сил. Лезешь и дерешь. Потому что думаешь, что елка есть. Значит, люди, которые я называю шизофрениками, например, они считают себя Наполеоном, они самые счастливые. Спроси у них. Вот просто говорите, что... Не, 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 подожди. Вот раз и убежал. Сам себе придумал счастливую штуку. Я почему спросил? Давай. Поговорите, если ты тебе скажешь, что ты будешь счастлив, ты будешь счастлив. То есть, если... А ты сможешь так сделать? Да. Сделай. Уже. Я же счастлив. Вот. Подожди. Ты счастлив. Дальше это что? Про свое несчастье опять будешь рассказывать? Нет, я просто спросил. Спроси. Ты счастлив вот сейчас? Да, я счастлив. Давай, что у тебя дальше? хорошо. Вот. Вот смотри теперь, откуда вылазит несчастье. Ты же счастлив? Да. Но. Но. Видишь, как ты сам себя дуришь. Ты несчастлив. Тебе надо для счастья сейчас выяснить что-то. Тогда ты будешь счастлив. Значит, ты несчастлив. Так, продолжай. Так вот, вот это общее слово шизофреники, например, это люди, которые не очень похожи на большую часть населения. Но они очень уверены в том, что они вот прям правы. Ты работник психиатричный? Мне просто интересно. Ты выдумываешь шизофреников сейчас. можно я вопрос закрываю? И они думают что-то, что не вписывается в эти правила города. Ты уверен? Но их же почему-то держат в больнице и их не выпускают. Да, они с курсом держат. Прежде чем, видишь, ты сейчас придумал что-то, ну ладно, сейчас договоришь, но уже засекай. Ты придумал в своем воображении, то есть ты мне рассказываешь про свое видение психиатрии, шизофреников, что они думают и что-то, они правильно или не... Ты мне сейчас вот пургу несешь и я еще должен в твоем воображаемом мире что-то еще тебе придумать, чтобы тебя это устраивало и соответствовало тому твоим ожиданиям. Ну давай дальше вопрос. так вот они самые счастливые потому что они верят в то, что они говорят. Во-первых не они, каждый шизофреник уникальный. Ну хорошо, эти уникальные люди. Нет, один, про какого-то конкретного порассказывай и мы узнаем. Ни одного не знаю. Все, все, ты ничего не знаешь, ты сейчас придумал. Вопрос же не в этом. А в чем? Ну вот есть какой-то конкретный шизофреник. Уникальный человек. Это ты. Ну его не выпускают. Хорошо, это я. Ну не выпускают. Ну вот его теперь не знаю, у него есть бумажка. Стоп, смотри, если его не пускают, как ты думаешь, он счастлив или несчастлив? Вот это и вопрос. Ну он же верит, что он счастлив потому что... Подожди, если его не выпускают, он счастлив? Ну придумывай ему дальше. Да. Все. Он сидит и счастлив, что его не выпускают. В чем проблема-то у тебя? У тебя. Ты боишься стать шизофреником, что тебя не буду выпускать? Ну вот кстати, вот так вот вся наша жизнь выглядит. Он просто исходит из допущения, что человек сам себе типа может внушить счастье и что типа ну то есть вот придумывает Так это же на 2 секунды раскусывается. Внушил это или это реально? Вот я его видишь сразу раскусил. Что он придумал? Он думает, что шизофреник счастлив, потому что вообразил себя Наполеоном и типа можно так сделать и все. Но он не счастлив. Вот именно. Ты думаешь, что он счастлив? Он ты не знаешь. Он может быть да, он там страдает еще хуже, чем ты. Я не знаю, поэтому и спроси. Ты на психолога учишься или на кого? Вот переключись, раз у тебя такие вопросы интересуют. Получается армия в одной местности, он в другой. Ну это вот как виртуальная реальность. Ты надел шлем, и ты уже счастлив. А в реале ты там дохлит. Вы шлемы надевали? Я делал ярочки такие хорошие, продвинутые. Я там даже с боксером надавал им по роже и там полетал по галактикам. Жалкое подобие моих сновидений. Еще долго-долго они будут даже вот я же говорил, у меня 10D, а у них там 2D. У вас желание есть себя ощущать вот например так сегодня как не нравится вчера болотши или нет? Вот как раз ушла вот это ожидание чего-то, что там будет не будет, дадут не дадут, там что-то все равно. Все равно. Вы же фокусируетесь на том, что вам было на конкретном моменте. Вот сейчас я с вами разговариваю, и я чувствую как вам помочь. Я вот постоянно вас пытаюсь остановить, чтобы вы не делали ошибку вот эту. Вы сейчас как вот он придумываете еще и меня. Зачем вы это делаете? Вам же в себе надо разобраться. Зачем меня сейчас обсуждать? Опять про палец говорить. Через примеры я себе да, вот, вот, молодец, это уже лучше. Я тебе объясняю, нет, ты обо мне не то думаешь. Ты меня придумал, и сейчас с придуманным пытаешься выяснить отношения. С собой, да? Да, с собой. Опять же, вот, вот, самое главное. Делай все время, замечаешь, что ты все время сам, а значит ты знаешь ответ. Ну, мне не важно у кого я спрашиваю. молодец, молодец. Так самое главное, что значит ты ответ знаешь. Видимо, нет, разговариваю. спроси. Не понимаю, как избавиться от желаний. Посмотри, как они у тебя рождаются. Вы сами говорите, что они, желания, это мысли, которые постоянно идут. Да. И мы постоянно живем ими. Да. Я хочу, опять хочу, да? Перестать. Это снова желание появилось? Да. Желать. Не желай. Абсолютно. Видишь, ты же знаешь, чтобы не желать, надо не желать. Не могу до конца уловить этот момент. Это желание не желать. Как ты не можешь? Сейчас мы найдем. Не моги. Видишь, ты не можешь, не можешь. Это просто у тебя слово очередное выскочило. Та же единица, тот же человек, то же желание. Не могу. Не моги. Это точно так же, как желание. Вот это неможение, это одна форма автоматического твоего состояния. Твоего. Поэтому, как ты можешь это выяснить, если это уже твое? Поэтому тебе просто надо развернуться и посмотреть в себя. В себя это не куда-то в себя, там в желудок, а в тот момент, когда у тебя это желание, неможение появляется. Вот я почему говорю, не моги. Вот сейчас сделай неможение. Это значит, развернись и посмотри, как неможение ты делаешь. Делай его. И тут ты понимаешь, абсурд. Значит, я неможение не делаю, а значит, отношения к нему никакого не имею. Оно точно так же, как желание, как мысль, просто появляется. Как... все. Вот ты смотришь и цветовые формы превращаются там в образы и все такое, просто превращаются. Ты их не создаешь, не можешь сказать хорошие и плохие, не избежать их, не можешь смотрения. Вы говорите, то, что я все вижу, я сам придумал себе. Нет. Сам придумал, это уже маленький обман. Как будто есть сам. Вот теперь самое главное. Ты кто? Кто вот этот сам, который сейчас волнуется? Это самое тонкое приближение, вот смотрение вовнутрь. потому что как только ты начинаешь это делать, ты понимаешь, я не понимаю, как это я сам. А до этого ты уверенно говорил, я сам это придумал. А сам это кто? Это слово. Ты не наблюдатель. Потому что ты не можешь наблюдать, как и муч. А значит, это очень важный момент. Все существительные ложные. В реальности есть только глаголы. текущее состояние. В одну реку нельзя войти дважды. Это еще древний Гераклит философ обнаружил. Что действительно война, отец всему. У тебя война идет не снаружи, внутри. Вот это вот война, что ты что-то можешь, не можешь, что-то хочешь, не хочешь. Вот кто воюет. Вот эти два голоса. Хочу, не хочу. Все, ты на войне. И она рождает все миры. И тебя, и твою самость, и твою смерть, и всех вот идиотов, непросветленных. и батьку. Лукашенко, как относишься? Оба. А можно вот дополнить, как возникают идеи, вот так мы тут соединить. Это же точно. Я слушаю. Желание, допустим, человек говорит, ну и так же он говорил вам там про эмоции, про скачки эмоций, что, ну и как бы из личного опыта, да, что, ну как я вижу, что нету проблем с желаниями и нету с эмоциями. То есть проблема возникает, когда есть, ну как бы ты сам говоришь, что в этом есть проблема. То есть желание, оно просто происходит для движения жизни. Ты как бы в него вовлекаешься, его удовлетворяешь и все. Ну и эмоции тоже скачут, но ты не говоришь, что это эмоция плохая. Начинай с отца где вести. Это хорошее. Хорошо объясняешь. То есть как ты просто как, ну смотришь на это, но когда возникает идея разделения, что вот желание неправильное или еще что-то, или эмоции, не должны эмоции скакать. Но почему они не должны, то есть это нормально, мы же люди, как бы, да, и, ну, нету проблем. я говорю, в чужом глазу моментально соринку замечаешь, в своем бревнище такое торчит, не видишь, вот. смотри, допустим, ну, почему, вот у меня просто возникла, как ты говорила, попробуйте, у вас, что ты говоришь желание, как остановить, а зачем останавливать желание? Потому что они доставляют страдания. А вот тут просто нужно разобраться, что конкретно доставляет, ну, желания-то нужны, вот мне, я хочу там в кино посмотреть, я посмотрел, ну, классно. и доставляет, хочу, это неудовлетворенность. Так а удовлетвори желание, в чем проблема? Возможно. Почему невозможно? Если я сегодня хочу что угодно, машину, я ее получу, у меня появится новое желание, ну, и в чем проблема? И это постоянная гонка за желание. Так а в чем проблема? Ну, смотри, вот я захотел, пришел на сатсанку, вот мне нравится сейчас общаться, ну, классно. Потом я захотел поесть, пошел, поел, захотел в футбол поиграть, пошел, поиграл в футбол, я вижу, да, у меня сейчас денег нет, но я там в перспективе могу там накопить, оставил это. Пошел, пообщался там с другом, и в чем проблема? То желание, которое ты можешь исполнять, оно тебя заставляет в удовольствие, но те желания, к которым ты не можешь дотянуться, они начинают у тебя постоянно. Например, женщина говорит, что это у тебя машины нет? И ты тут понимаешь, блин, машина-то главнее, чем с грунтой. Так вот именно, вот здесь, вот эта точка и возникает, что, да, понять вот желание, что, которое я как бы не могу исполнить, вообще оно, ну, я такое, как бы, говорю, понятие есть потребность, ну, тире истинное желание, что от сердца, как вот говорят, идет. И тут понять просто, да, оно истинное, или оно что-то другое компенсирует. Даже истинное, ну, там, я хочу путешествовать, понимая денег, но я могу же это отложить, да, на время, а сосредоточиться, вот что мне сейчас необходимо. То есть психика, она как бы, если мы не искажаем, она всегда, ну, как бы, дает неправильный ответ. Заметили, вот он говорит, уже нить потеряли, а он все говорит, говорит, что-то... насколько понятно. Нет, непонятно, я уже не потерял. Я, например, его слышу. Да, о! Я слышу, о чем он, не слова, а просто... Ну, суть, суть. Можешь сейчас сказать и узнать, кто ты слышишь. Я слышу, что ты хочешь сказать, что не надо вот цепляться за какие-то концепции, там, из буддизма, и вот этого. И вот эти... Ты это хотел сказать? ...что-то прорубать, а просто жить, вот это... Так это концепция. Жить с сердца, вот как мы себя ведем. Есть чувства, есть как бы некое правильное понимание смысла. Ну, когда ты... Ну, в любом контексте ты понимаешь, в принципе, что делать. И в зависимости от ситуации... Вот даже про войну говорили, но если ты вовлечен, у тебя мыслей нету, ты просто действуешь, да, даже в какой-то экстренной ситуации. Ты сейчас объясняешь, для себя придуманное правило... Почему придуманное? Почему нет? Может, он так же и не... Как объяснить? Нет. Разделимся на две партии. И... Ну, ты говоришь, если я не могу путешествовать, то, окей, я сейчас могу сосредоточиться на чем-то другом. Ты просто, ну, психологически придумал себе... Почему придумал... А чего вы взяли, что он не говорил? Что? Чего вы взяли, что вы не готовы? Ну, а какое желание, то он не говорил. Это вы про себя говорите. Так я говорю, он про себя, он про себя, оба друг друга не слушают. Если есть проблема, если я честен с собой, ну, и как бы... Я вижу, да, там, проблему, допустим, реально не удовлетворяет, тогда просто разобраться, но, как бы... Не разберешься. Ну, почему? Ты будешь все время разбираться в голове своей постоянной... Ты сам с собой разбираешься. Хотя ты, как бы, ты пытаешься его устаканить. Но ему твои аргументы, он видит их, что они дрявые, правильно? Сразу же. Соземления нет, однако голова крутится, и все... Да, потому что ты несколько раз как бы сказал, если... То есть было куча... Это моя особенность такая. Это не твоя, это так ум прячет, да, потому что это неточное знание. Это как бы... Ты начин... Надо же как-то начать словами. Не, не надо. Вот это очень интересный момент. Не надо. Нет, если ты хочешь спрятать, если ты хочешь его куда-то замять и сделать своим последователем, то, пожалуйста. Но это уже сложно сделать. Ну, в данной аудитории. А жизнь проверит, кто прав. Это ничего она проверять, ей вообще по барабану. Что, как, кто прав. Про память. Вот вчера у меня был такой момент, что я не понял, где нахожусь. Вот не пришла информация, где я нахожусь. Я подумал, как же вот моя память... Вот как же работает мозг. Так интересно, что иногда просто мысль, которая должна прийти, которая все время, ну, в большинстве случаев приходит, и ты рассчитываешь на то, что придет, иногда не приходит. Чудо. Да. И, ну, естественно, это бьет по всему, что тогда... А, нет, все-таки есть правильное. То есть чудо ты не принимаешь. Что может быть вот так, что ты затупил, и не поймешь где. А если бы еще посидел, ангелы появились, прилетели, или психиатр. Ну, в общем, кто-то бы пришел на помощь. Но ты сказал, нет, что-то это не... Я не хочу, я хочу разобраться. Ну, та же самая, вот, вид сбоку. То есть, действительно, ну, вы даже не представляете, вот я сейчас смотрю, и своим смотрением собираю атомы, молекулы, которых тоже нету, они у меня в уме, в тебя, и я вас уже узнаю. Ты была, ты был уже, ты был у меня. Я вас собираю, представляете, из энергии. Это чудо. А мы думаем, что мы пришли. Да, это чудо. Это, это, ни один компьютер так не может обсчитать вот эту информацию, чтобы вот так вот визуализировать. Я же могу вас разрезать, увидеть, вы из клеточек состоите, клеточки из атома. И так вот, миллиарды вариаций, и плюс, миллиарды вариаций, как вы будете поступать. А это все мой ум делает. Это чудо, что я вас вижу, что мое зрение вас собирает в устойчивые. Вы не размазываетесь, у вас крылья не вылезают, рога не вырастают, вы по землю не проваливайтесь, я вас удерживаю. Этот сон, это же сон. Вот во сне, то есть, вот во сне там размазано, а вот здесь я вас фиксирую. Это чудо. А у тебя вдруг, от того, что ты слишком умный, расфокусировалась. Нарушилось вот это собирание. А это значит, открылся портал, ты мог заглянуть в другие миры, перейти в другое измерение. В следующий раз так и делай. Ну, а говорю, опасность встретить чертей или психиатров. Откуда взялся в этот момент портал и черт? Вот. Вот в этот момент, когда собирался мир, собиралось все, и вдруг начало раз собираться, и появился портал. Откуда? Просто вдруг. Так вот, я говорю, вот сейчас вдруг ты заговорил. Откуда? Видишь, ты не уловил вот этого чудесного момента, что ты сейчас заговорил и даже не заметил, откуда. А так с таким деловым кого-то всю жизнь так разговариваешь, что это обыденная вещь. Вдруг какие-то сигналы зашли в тонкую вот эту материю, задали вибрацию, эта вибрация превратилась в колыхание воздуха, и все эту вибрацию ловили, детекторы их расшифровали и услышали слова твои. Тжжжжж, откуда? Ты хоть одним вот этих из этих процессов управлял все ниоткуда это просто происходит просто накрывает просто ты хочешь понять и объяснить там еще что-то родилось прямо сейчас очень хорошо просто есть естественное желание допустим как человека да когда ты видишь что-то собирается какой-то интерес и желание там высказать что ты увидел что ты понял но это же естественное желание просто такой мощный базилизатор ты вот когда это говоришь прямо видишь как это естественное желание стало естественным и так у тебя такое объяснение как будто ты это понимаешь как-то это же нужно с словами вот это уже началось да вот здесь я говорю у меня как бы доминирующие ситуации я имею право их использовать ну я шучитель даже вот он знает лишь преподаватель помните да я могу нормально преподавать как нормальный преподаватель все нормально нормально все то есть ну смысла в этом нет ни как преподаватель я несу пуржище просто я их не не пугаю этим что это пуржище хотя я понимаю потому что я поизучал различные теории увидел ни один философ ни один ученый ни хрена не понимает просто вот действительно вот как ты одно за другим одно за другим одно за другим вот это политика это социология это квантовая физика а то что они обожрались этих самых lcd и у них там и они вот это как-то там собрали и у них появились зачарованные мюзоны так и называется зачарованный мюзон потому что под lcd был придуман серьезно в 60-х годах вот сейчас нобелевские раздают этим ребятам они просто наркомани ли в это время и напридумывали но это я конечно утрирую но именно так когда я узнал как называются различными минут мюзонным а я понял ребята под lcd были ну и потом уже задним ходом там где-то я у кого-то об этом узнал точно потому что нормальный человек никакой квантовой физики не видит вы все живете физики ньютона где движение ускорение все нормально объективация квантовая физика это же одно и то же событие интерпретирует вот тут подсказка начинается что присутствие экспериментатора вносит чего вносит да никакие просто этот экспериментатор в своем мире находится там у нее этот квант ведь ведет так как хочет потому что его нет но они еще по дурости там все-таки были ученые хоть и под lcd думали что он есть и ему на практикующих одинаково поэтому они ведут себя как хотят одновременно потому что никакой реальности нету а есть одновременно множество реальность так они так и говорят а можно про память да я могла вспомнить мельчайшие детали прошлого и представление о будущем и просыпать и понимать что я вообще не это личность ну тоже есть даже если да то что я могу вспомнить мельчайшие детали никакого прошлого нету есть ум который может сейчас как угодно что угодно сотворить вот это уже хорошая история вам уже пора но на всякий случай и психиатров не забывайте а то можете попасть в то место где сидят люди и страдают это просто сон вся в нем нету смысла хотя вот когда я сюда ехал представляете я ехал ночью никогда машину не водил я неделю назад сдал на права я хреначил ночью 120 километров в час вдруг из темноты вылетает птица и начинает по курсу лететь я и в жопу она улетела я думаю что за знак сегодня ночью я увидел расшифровку этого знака птицы ночью не летают это был демон который хотел залететь мне на курс меня сбить с пути но я своим отправил прибыл сейчас вам рассказываю эту историю да я круче лопату дайте я вам сейчас чистую правду рассказал так и было главное чтоб лось не встретился когда 120 но я потом подумал что да лось наверное было но лось как бы нормально поэтому лось тут ни при чем это был демон натуральный да да это был дема натуральный он был такой лохматый и он вылетел прям по курсу я ему не сильно забил скорее всего я поэтому решил что все нормально вот скорее всего атака филина это и есть образ загробного мира да молодец ну сейчас все я вам историю волшебную рассказала вы ее начали превращать да да и во сне вам помогают их увидеть не 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 вот этого делать не надо этого не надо делать просто иногда знаки вам говорят ты на месте все хорошо а как коллективную реальность приобрести надо же как я же говорю я и мои тараканы в голове вот и коллективная все получится ну это может и смешной юмор но вот на самом деле вот у тебя серьезная ситуация ты как бы ты же видишь ты и по жизни как бы реализуешься то есть ты же не бомж ничего ты можешь до достигать каких-то вещей у тебя машина неплохая по моему видел хорошая машина то есть ты все делаешь как надо но ты хочешь еще вот это как бы начать еще и к духовному миру что если вот здесь вот так вот получается то почему же здесь не получается почему же вот так вот ум себя ведет кто же тут через меня что делает если какие-то правила вот как в на в обычном мире которые я оседлаю и тогда я смогу вот это же как-то вот разруливать нету обычных потому что даже твоя машина и твои дела это твой мир в твоем сне но в этом сне есть еще и вот другие миры если ты ну как бы успокаиваешься не начинаешь воспроизводить этот мир автоматически это так делается вот я говорю почему я вас одним и тем же вижу это автоматизм это называется голограмма фиксированные образы оптика сознания это просто голограмма на да ты заходишь и начинается локация себя прорисовывать по определенной программному софту да совершенно верно если принять lcd все зачарованными зоны там туры-пыры или вот на медитировал чуть-чуть уже много ты думаешь об этом у тебя раз и остановка точки сборки она не собирает старый мир а вот такая хрень или раз у тебя сновидение в котором и ты видишь что мир то вот такой пластичный это не существительные это глаголы которые перетекают один в другой ничего не поймать ничего не зафиксировать ничему название не дать и это я а любовь это глагол нет это не глагол поэтому хреново знать что вы под этим понимаете а вот когда вы будете любить вот это будет настоящее тут вам никакие слова не надо у вас будет только действие только действие а это не принятие чего-то вот она вот что вы хотите узнать не понял когда ты вот скажем должен принять одну какую-то сторону вот любовь нет как ты ее можешь принять ее ж нету ну вот любви как слово фиксированного ее нету точно так же как нету единицы ты любовь где-нибудь видел есть состояние когда оно и вот дальше начинается если глаголов не применять то это чистое сердечное состояние поэзии искусство это форма любви все духовное переживание разные пошлепитеты которые его гробят но вот когда оно ты ни с чем не перепутаешь и специально нам в качестве дара самим собой в сновидение послано это чувство и тогда поэзия Пушкина тогда все что угодно может произойти и даже специально подобраны образы которые как триггеры запускают мужчине женщина женщине мужчина чтоб они хотя бы вот в самом примитивном варианте ну побыли этим чтоб не совсем были а это же есть чувство пробуждения когда это чувство рождается ты в моменте действия подвиги стихи ну в курсе судя по лицу значит понятно да а у кого не было ой трагедия значит вам мир богов дверь закрыта вам что не объясняю вы не поймете о чем это да люблю любить ну да да а почему вот это чувство любви ну со мной произошел такой опыт после стресса большого я выскочила такое состояние и у меня я прям чувствовала что из меня исходит любовь да и принятие всего всего да и это чувство было что это оно было то да вот оно прям мне казалось что оно исходит из меня оно сейчас есть и я его потеряла потеряла бывает и опять бывает бывают опять такие состояния что хотите объяснение какое-то я сейчас вам очень хорошо объясню дело в том что я говорю мы тупые что даже к любви то есть мы не можем ее из благости сказать возможно что вас надо вначале в стресс вогнать чтобы вы потеряли весь мир и тогда нашли вот это не вы его нашли оно на бас находит что как бы мир весь треснул и бывает но бывает по разному кому-то хочется порнофильм посмотреть и быстро скинуть это чувство ну что-то надо сделать а кто-то вдруг раз увидел расширение и в этом попребывал но это видите это вы думаете что это любовь ну да видите у меня слово любовь с совершенно другим оттенком у кого-то действительно красивую женщину увидел и у тебя так поплыло все неважно только вот ей отдать всего себя тогда цветы и деньги все ей а это есть оказывается чувство любви это не мое а как себя отдавать поэтому и расширение ты хочешь расшириться и всего себя вот развернуть и уже даже не конкретной женщине а уже вообще всему и природу ну вот вы уже более тонкий вариант то есть это действительно оно вот как будто все для всех когда лопается вот тот кокон который себя держал поэтому стресс и нужен кокон лопнулся ты развернулся аааа ааа кокон такой не 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 все а ты опять женщина страдающая да что делать не знаю теперь смотри как ты страдаешь как ты страдаешь и вот тогда начинается оказывается все из-за твоих дурацких желаний даже желание повторить вот это состояние уже тебе барьером становится оно тебе в обратно все тебе надо перестать желать и понять что это случается просто так когда ты достойна и когда ты созрела тогда все накапливай ци созревай и оно снова проявится либо опять в стрессе либо уже по благодати каком-то либо никогда не проявится и скажи так дурые помру и тогда оно сразу проявится потому что как обычно оно ждет когда ты сдашься и перестанешь чего я подметила что оно уже подметила да вот самое вот ужасное вот это что у нас есть подмечатель который хочет это присвоить и сделать своим чтобы со мной всегда было это чувство мое я красавчик что-то нету ладно поищем женщину да или там что-нибудь надо найти чтобы стимул был ну я говорю это и смешно одновременно в то же время это так и есть что мы сами себя загоняем кроме нас никто это не делает нету никакого внешнего мира просто попроверяй как ты его сотворяешь нету внешнего мира это просто слепленные из желаний термины как столбы пограничные чпок чпок и ты уже в Белоруссии причем какой ты Белоруссии ну ладно в пространстве в каком ты пространстве ну ладно в себе где вот и поиследуй где ты то где где и где и где где везде где так мы себя дурим так мы себя дурим вот такими словами так а где посмотри вот и говори я в зале сижу наверное в зале но зал не я наверное в теле ну и дальше вот на практике я объясняю вот там точка да точно точно да я так и еду мне говорят поворачивают здесь здесь круговое движение на втором съезде сворачиваю так по навигатору сюда и прикатил правильно я сбои матрицы пошли одна, другая, навигатор уже, блин, размягчился, но это все тоже юмор и шутки. Продолжение следует...